МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Расширение доведенка и бесплатные завтраки для всех школьников. Депутаты внесли поправки в бюджет. Какие из идей народных избранников поддержали? Вкусные блюда у вас дома. Как работает доставка в ресторане Прайм? В России предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. Поможет ли это снизить число пожаров? Далее расскажем обо всем подробно. В городской думе продолжают обсуждать бюджет СОРОВа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Темой очередного заседания профильного комитета стали поправки, которые депутаты предложили внести в главный финансовый документ города. Подробнее расскажем в следующем репортаже. Предусмотреть в бюджете города на следующий год деньги на разработку проектно-сметной документации для расширения улицы Довиденко. С таким предложением выступили депутаты Иван Ситников и Станислав Курчев. После масштабной реконструкции, которую этот микрорайон претерпел в последние несколько лет, интенсивность движения по Довиденко возросла. К тому же на улице ввели двухстороннее движение. Ранее там двигались только в одном направлении. Условия для двухстороннего движения там создано мало. Эта улица стала одной из самых аварийных мест в нашем городе, особенно при выезде с нее на мост новый, на улицу Захарова. Там много случается ДТП. Значит, я предполагаю, что когда будет введена в строй новая лодочная станция, людей еще больше прибавится. К тому же, по словам депутатов, мест для парковки мало, и жители окрестных домов ставят автомобили на проезжую часть. Из-за этого улица Довиденко становится еще уже. На дороге есть два аварийных участка. Это крутой поворот в районе парка, где начинается съезд по улице. И, собственно, выезд, да, все совершенно верно, на улицу строителя Захарова. Основная проблема состоит в том, что эта дорога является фактически дорогой и дублером проспекта Мозруково, по которой происходит объезд, что из старой части города в новую, что из новой в старую, двух длинных светофоров, которые на перекрестке Мозруково-Саветской находятся, Мозруково-Захарова. Так как объезжают одновременно с двух сторон, то припаркованные на одной полосе машины становятся препятствием, которое не позволяет разъехаться встречному транспорту. К тому же, по уверениям Станислава Корчева, зачастую водители разгоняются на этой дороге. Просто расширение Довиденко не панацея. Подойти к этому вопросу надо комплексно. Сделать искусственные неровности и проработать вопрос с выездом на Захарова. Также рядом есть тротуар, который тоже необходимо благоустроить. Там нет ни освещенности, нет ни уборки соответствующих, нет ни тропинок передущих от улицы Довиденко на этот тротуар и так далее. Вот такое ужирение в комплексе может позволить решить вопросы с благоустройством, в том числе и в этом направлении. Как ответила директор департамента финансов администрации Любовь Маркова, такой проект в одиночку город позволить не может. Нужно софинансирование из области. К тому же, необходимо рассчитать примерную стоимость работ, понять, возможно ли в принципе технически сделать расширение на этом участке. Вопрос требует проработки, поэтому поправку депутаты не поддержали. Тем не менее, идею обещали обсудить на профильном комитете. Еще несколько поправок внес Михаил Савин. Депутат предложил вернуть бесплатные завтраки в школах для всех классов и признать на муниципальном уровне льготную категорию «Дети войны». Но сделать это не в компетенции муниципальных властей. Поправку не поддержали, отправили на рассмотрение на социальный комитет. Александр Тихонов предложил заложить деньги на расчистку завалов в лесу за монолитными домами. Был ураган в свое время, несколько лет назад, и там, конечно, очень серьезные ситуации с лесом. Какие-то деньги планировались несколько лет назад, но вот люди просят, как бы, почистить лес на этой территории. 500 тысяч было бы к месту в данном случае. Поправку также отклонили. Однако, как пояснили представители ДГХ, на расчистку леса в следующем году выделено 3,5 миллиона. Часть денег направят в том числе и на уборку этой территории. Поправка Нонны Левиной об освещении проспекта Ленина от 2 до 16 дома тоже не нашла поддержки. Ее рассмотрят на профильном комитете. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В 17 российских регионах занято более 95% коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает ТАСС. По его словам, наиболее тревожные ситуации наблюдаются в Санкт-Петербурге и Калининградской области. Глава Минздрава отметил, что всего в России развернуто порядка 276 тысяч коек для коронавирусных больных. Из них свободными остается 21%. Он добавил, что увеличилось число пациентов с COVID-19 в реанимациях. При этом, по его словам, в отделениях интенсивной терапии достаточно свободных мест. Тем временем в России ввели единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 и вызову врача. По новому номеру будет отвечать региональный колл-центр, который предоставит необходимую информацию и консультацию. А если потребуется, соединить с поликлиникой, скорой и другими службами. Напомним, горячая линия по коронавирусу работает в Сарове. Позвонив по номеру 977777, можно задать все интересующие вас вопросы. Если оператор не сможет ответить сразу, он запишет контактные данные обратившегося и свяжется с ним в течение суток. В Нижегородской области губернатор Глеб Никитин внес очередные изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Правки уточнили правила работы театров и торговых площадок, рынков и ярмарок. Теперь при рассадке в театрах между каждым зрителем должно быть не менее двух свободных мест. Эта норма позволяет обеспечить необходимую заполняемость залов и при этом защитить здоровье людей, отметил Глеб Никитин. На рынках и ярмарках расстояние между продавцами теперь должно составлять не менее трех метров. Сейчас в указе регулируется расстояние между продавцами, а не между самими точками продажи. Это позволяет соблюдать дистанцию и не влияет серьезно на количество мест на торговой площадке, подчеркнул губернатор. Также продлен период, в течение которого лицам в возрасте 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции. Это нужно, чтобы люди старшего возраста могли продлить больничные до конца декабря. Ситуация по-прежнему остается непростой и главная задача защитить здоровье нижегородцев, особенно тех, кто наиболее уязвим в период распространения коронавируса. Прошу всех людей в возрасте от 65 лет и старше сознательно подойти к своей безопасности и избегать нахождения в общественных местах, сказал Глеб Никитин. В России зарегистрировали еще 25 345 случаев заражения, из них 473 в Нижегородской области. В Сарове за день выявили 197 новых больных, два горожанина скончались. Россияне выбирают безналичные расчеты, активно расплачиваться картами. Они стали еще в 2017 году, а пандемия ускорила переход на безнал в пять раз. В 2020 году доля таких расчетов уже составила 67%. Активнее всего безналом пользуются в Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В группах «Канал-16» мы спросили горожан, как они предпочитают расплачиваться. Большая часть респондентов в зависимости от обстоятельств пользуются и наличными деньгами, и картами. Вариант безналичным выбрали 44% опрошенных. Живые деньги предпочитают 3%. Саровчане победили в конкурсе педагогических команд в рамках школы «Росатома». Их соперниками были учителя из Заречного, Пензенской области, Лесного, Новоуральска, Зеленогорска, Димитровграда. Наш город представили команды детского сада номер 16 и гимназии номер 2. Каждая в своих номинациях заняла первое место. Кроме того, гимназия завоевала специальный приз муниципальных координаторов проекта. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Донорский светофор на сайте КБ-50 сигнализирует о том, что отделение переливания крови нуждается в донорах. За исключением первой и третьей положительных групп, все группы крови горят красным. Как сообщает газета «Новый город», нехватка определенных групп не означает, что кровь не переливают нуждающимся. Это значит, что нужно пополнять запасы. Во время пандемии в Сарове еще ни одному пациенту не отказали в переливании крови из-за ее нехватки. В крайнем случае, нужное количество запрашивают в Нижегородском центре крови. Однако новых доноров ждут ли пополнения банка крови. Стал известен график тематических смен центра «Вега» в Лазурном на 2021 год. Участвовать в отборе могут школьники 5-10 классов от 10 до 15 лет включительно. Откроет сезон смены изобретателя. Она пройдет с 12 по 25 января. Затем стартует смена «Инноваторы» с 28 января. Полностью с графиком можно познакомиться на сайте Центра развития творчества детей и юношества Нижегородской области. В Сыктывкаре прошли всероссийские соревнования «Сыктывкарская лыжня», которая входит в календарь Международной федерации лыжных гонок. Старты собрали более 350 спортсменов из разных регионов России. На своих дистанциях воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» Никита Родионов и Александр Кулешов заняли первое место. Павел Сашков замкнул десятку сильнейших. Не роскошь, экономия времени. Доставка еды давно стала базовой потребностью городских жителей. Заказы суши или пиццы отходят на второй план. Все большую популярность набирают полноценные первые и вторые блюда на любой вкус и бюджет. Ресторан «Праем» предлагает горожанам блюда высокой кухни с доставкой на дом. Можно заказать обед на одного человека, а можно блюда для праздничного семейного ужина. Хочется отдохнуть от домашних забот, посидеть в ресторане в компании друзей или родственников, насладиться изысканными блюдами от шеф-повара. Эти маленькие радости теперь под запретом. В ресторан нельзя прийти большой компанией, но ресторан может прийти к вам и угостить вас любимыми блюдами. Повара «Праем» и заботливо упакуют еду, чтобы во время транспортировки ингредиенты не примешались и не помялись. Два слоя упаковки и термосумка – залог того, что вы получите блюда теплыми и свежими ровно через час после того, как сделали заказ. Мы привезем все. Даже можем рассмотреть такой вариант, если гость захотел что-то именно другое, то, что нет в меню. Если у нас есть ингредиенты, то мы пойдем навстречу гостям и можем это блюдо приготовить и привезти. Но вкусно приготовить блюдо – это только полдела. Важно его правильно подать. Поэтому повара красиво оформляют блюдо даже в одноразовой упаковке, чтобы вы могли получить и эстетическое наслаждение. Срочные заявки на доставку принимают до 7 часов вечера, чтобы в 8 часов клиенты смогли завершить свой день ужином от ресторана. Но «Праем» не может оставить своих клиентов без праздника. Если у вас запланировано торжество на 9-10 часов вечера, просто позвоните заранее. Повара приготовят все блюда к назначенному времени, а курьеры доставят к вам домой. Ресторан работает с 11 часов утра, в будни до 22, в пятницу и субботу до 23 часов. То есть можно звонить в это время. Дома аккуратно откройте упаковки, с помощью столовых приборов переложите еду на тарелки. Вспомните, как подают еду в прайме и попробуйте сделать так же. Пофантазируйте. Например, композицию с панакотой можно дополнить яркими точками джема. На мясе, овоща, грибным соусом нарисовать штрихи. Вместо нескольких часов возле плиты вы потратите не более 10 минут на распаковку и сервировку. Позвольте себе полноценный праздник. Уделите время своим близким, а не кастрюлям и сковородкам. Заказать блюда из меню ресторана «Прайм» можно по телефону 6-75-05 или 5-99-11. А 1000 рублей доставка бесплатная. Если заказ меньше этой суммы, то надо будет оплатить всего 100 рублей. В России предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. Специалисты убеждены, что стоимость подобной проверки может составить около 10 тысяч рублей. Если окажется, что необходима замена проводки, это потянет за собой вскрытие полов и штрабление стен для прокладки нового кабеля. А это повлечет за собой дополнительные драты. Однако, с другой стороны, во многих домах коммуникации изношены. Практически каждый день в стране происходят пожары, возникшие из-за неисправной проводки. Неисправность электропроводки и другие нарушения при эксплуатации электрооборудования. Из года в год сухая формулировка и сводок пожарной статистики собирает богатый урожай несчастных случаев. Только за истекшие 11 месяцев в Сарове произошло 19 таких возгораний. В два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как объясняют сами пожарные, удивляться тут нечему. Негативная динамика вполне предсказуема и объяснима. Достаточно посмотреть на средний возраст многоквартирных домов в нашем городе, и все встанет на свои места. В настоящий момент особенным действием нужно быть лицам, которые проживают, так сказать, в старом районе нашего города. Дома построены уже в 50-60-х годах. Проводка, скорее всего, не менялась на протяжении этого времени. Проводка также имеет износостойкость свою, тем самым вызвать короткое замыкание. Сейчас за состояние сетей до дома отвечает энергоснабжающая компания. Внутри домовые коммуникации находятся на контроле управляющих организаций. Последние обязаны ежегодно проверять соответствие линий до первого распределительного устройства всем требованиям безопасности. А вот за провода, которые прилегают в квартирах, отвечаем уже мы, сами собственники помещений. И здесь важно помнить несколько простых правил. Граждане я посоветую, чтобы они не оставляли включенными без присмотра электроприборы бытовые, а уходя из дома всегда тушили свет и оставляли только без присмотра то электрооборудование, которое может работать от электросети без присмотра. Хладильники, роутеры. Но это все, конечно, не панацея. Ведь если за чайником или плитой мы можем уследить, то провода, которые прилегают внутри стен, скрыты от глаз. Да и познание даже поверхностной сферы электрики есть далеко не у каждого. Не говоря уж об оборудовании, которое необходимо, чтобы прозвонить стены. На днях инициативные общественники обратились в Министерство строительства с предложением ввести обязательные плановые проверки электропроводов в квартирах. Вот только как это будет выглядеть и сколько придется платить, пока не ясно. Будем ждать ответа чиновников. Неисправная электропроводка стала причиной пожара, который летом этого года произошел на улице Шевченко. Тогда никто не пострадал. Своими силами его потушила школьница Маргарита Рыжова, которая в этот момент была дома. Подробности далее. Чувствую странный запах. Захожу в комнату, там все в дыму, в черном, все неприятно пахнет. От потолка до пола, от пола до потолка стоит пламя. Пожар в квартире на улице Шевченко произошел летом. Как сказали пожарные, причиной стала коротнувшая проводка. Сначала загорелась люстра, затем по потолку огонь добрался до приоткрытого окна. Увидев пламя, девушка решила потушить его самостоятельно. Предварительно обесточив квартиру, она начала кастрюлями носить воду и заливать огонь. В доме в это время был ее младший брат. Его Рита попросила вызвать пожарных. Вспоминалось то, что у нас на ВБЖ учили. Но как-то решил, что времени нет, все горит, страшно. Решил, что как-то все эти тряпочки прикладывать к рту, там по полу ползать. Решил, нет, плохо кончится все это дело. Легче уж самой как-нибудь все сделать. Приехав на место, пожарные констатировали, что тушить уже и нечего. С возгоранием Рита справилась сама. За этот поступок девушку отметили почетными грамотами. Еще одну награду она получит в декабре в Нижнем Новгороде. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин